всем привет в эфире дети большого толка программа с яркими сюжетами интересными фактами и приключениями весь мир от барнаула алтайского края до просторов космоса знаете ли вы сколько часов в сутках кажется правильный ответ 24 на самом деле немного меньше земля делает полный оборот вокруг своей оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды давайте подумаем если каждый день часы отчитывать на 4 минуты больше положенного то спустя 15 дней они должны спешить уже на час значит через 150 дней оставание будет на 110 часов и день должен поменяться с ночью почему этого не происходит давайте разберемся исследователи утверждают что существует два типа суток солнечные и звездные и по звездному дню земля делает оборот вокруг своей осени за 24 часа а за 23 56 минут люди привыкли исчислять время по положению солнца на небе то есть по солнечному дню однако время можно считать и по звездному дню то есть обороту нашей планеты вокруг своей оси относительно других звездных тел фактически звезды восходят каждый день примерно на 4 минуты раньше знаете сколько профессий в мире около сорока тысяч среди них есть запаховед плакальщик писатель предсказаний для печенек мир меняется и каждый год появляются новые специальности а старые исчезают но не все здравствуйте ребята меня зовут марина и я керамист это моя мастерская штуки потому что мы делаем штуки как вы уже могли заметить мы делаем всякие разные маленькие брошки посуду разную керамику вазы какие-то вот плиточку и я хотела вот сегодня вам рассказать как у нас здесь мастерской уютно красиво и что вообще вот мы делаем кто такой керамист это профессионал который создает художественные изделия из глины керамист занимается подбором материала обработкой глины выполнением эскизов оформлением колорированием декорированием и сушкой сразу хочу рассказать профессия керамист и гончар это две разные профессии то есть гончар это тот кто работает на гончарном круге у нас есть здесь подруга моя женя которая вот выкручивает вот здесь вот можете посмотреть там кружечка с тарелочкой все это сделано на гончарном круге моя задача как керамиста довести художественно всю мою работу расписать покрасить заглазуровать красивыми глазурями нарисовать рисуночек что-то придумать такой вот мелкая красивый какой-то декор посадить цветочек птичку и то есть довести изделие до ума и сделать его красивым сегодня мы будем создавать керамические броши кажется что все просто детям дают гипсовую форму и кусочек глины нужно раскатать и отпечатать изображение на самом деле перед этим керамист собирает сюжеты рисует дизайн эскиз вылепляет изделие потом своими руками создает форму и заливает ее гипсом а еще готовит глину разминает увлажняет после этого опытный керамист может быстро откатывать броши до 300 штук за день но без опыта это не так-то просто сделать юные журналисты за час смогли аккуратно создать и раскрасить только по одной кстати краски тоже непростые это ангобы цветные глины под обжиг ведь наши изделия отправятся в печь где больше тысячи градусов только после этого брошки покроют глазурью и готово вот так выглядит рабочий день художника керамиста зачем нужна перепись населения чтобы пересчитать всех людей стране знать сколько в россии детей взрослых и пенсионеров сегодня мы побываем в учебном классе где учат переписчиков что такое портрет глаза нос рот в общем лицо человека а статистический портрет это портрет общества чтобы составить его нужна специальная наука статистика в информационном обществе как которая сейчас вообще весь мир превратился в информационное общество все мы узнаем через средства массовой информации и поэтому очень важно чтобы средства массовой информации журналисты корректно и правильно доносили информацию о тех показателях которые формируются статистиками сколько в нашей стране или крае детей и взрослых каков средний возраст жителей такая информация пригодится и журналистам и ученым и строителям чтобы ответить на этот вопрос нужны большие данные статистики составляют анкеты и считают ответы проводят перепись населения в архивах алтай край стата хранится огромное количество томов все это статистические данные и отчеты чтобы посчитать жители необходимо большое число компьютеров например только для переписи населения использовали пять тысяч пятьсот шестьдесят один электронный планшет первые компьютеры в алтайском крае привезли в 1986 году они считали числа круглые сутки специалисты обслуживали машины в три смены по 8 часов каждое большая электронно вычислительная машина единой серии которая называлась раньше эвм ес с помощью статистики можно составить портрет не только страны но и школы и класса для этого нужно ответить на вопросы и посчитать результаты вот так выглядит портрет юного журналиста программы дети большого толка средний возраст 10 лет цвет волос темно русы у большинства цвет глаз зеленый большинство из вас любят держит домашнее животное кошку посещают кружки спортивный и журналистику и мечтают стать выбирают профессию журналистика взрослые проводят на работе 8 часов в день еще два часа едут на работу и около двух часов думают о работе если вычесть время сна то что остается получается что вся жизнь работа и выбор профессии очень важен но как разобраться в себе и найти занятия по душе об этом сегодня поговорим со специалистом по профориентации натальи вот такой здравствуйте наталья здравствуйте екатерина наталья бутакова профориентолог психолог кандидат исторических наук окончила мгу по обучающей программе профориентация будущего а также новосибирский институт клинической психологии по направлению семейная психология и психотерапия тренер программы секреты детского поведения победитель регионального этапа всероссийского проекта мама предприниматель 2019 наталья расскажите профориентолог помогает людям определиться с будущей профессии расскажите как это происходит у нас по-разному мы все привыкли к этой истории что нужно быстро пройти тесты и в этом основная опасность наверное потому что мы затягиваем выбор профессии до последнего оставляем там на 11 класс вот пришло время выбирать и и тогда я задумаю с кем быть на самом деле уже многие возможности существуют задолго до окончания школы можно попробовать профессии да это 7 8 класс вполне то самое время когда можно задуматься чем я хочу заниматься на самом деле и более того попробовать у нас существует очень много кружков студии да для ребят для детей даже начиная там с первого класса и к восьмому класс уже можно поступить какие-то профильные учебные заведения в профильные школы в барнауле либо в москве либо еще куда-то присмотреться поехать в сериале доктор хаос есть девиз люди врут и там врач не верит пациентам а смотрит на анализы бывает ли такое что подростки неправильно характеризуют себя например считают себя общительным и дружелюбным а на самом деле интроверты очень классный вопрос здесь я бы наоборот сказала эта психология детско-родительских еще отношений и психология возраста у подростков есть героическое мышление они думают что они все успеют что сейчас самое классное время для жизни я вот только выхожу в социум да у меня вот такой порыв все все будет у большинства да и наоборот очень часто родители вешают ярлыки своим детям что мой ребенок социофоб он там ничего не хочет не знает не проявляется вот пускаем там в сторонке я не знаю как вы с ним поработаете да вот как-то в сторонке на самом деле здесь вопрос про интерес если вам интересно вы в это включаетесь и идете за этим поэтому здесь коммуникация та вещь на которую стоит обратить внимание на курсе выбор профессии я всегда даю рекомендацию детям что все лучшие идеи все деньги мира да все связи отношения идут от людей поэтому чем раньше задумаетесь а как я могу правильно общаться с другими людьми тем будет успешнее ваше будущее интересно а скажите вы больше разговариваете с подростками чтобы определить характер или полагаетесь на тесты и игры ну я всегда говорю что тест это инструмент двадцатого века да он отживший это про то чтобы быстренько что-то куда-то себя отнести кучки технарья или гуманитарий на самом деле сейчас пришло то самое время когда у подрастающей молодежи спросили а кем ты хочешь быть весь мир открыт все возможности вот бери занимайся чем угодно и ты можешь в этом реализоваться и хорошо зарабатывать поэтому здесь именно почему заранее да я что-то пошел попробовал подумал моё не моё от рефлексировал иду дальше в этом направлении или меня что-то еще хочется попробовать и чем больше таких опытов будет до конца школы тем человек будет знать о себе многое да я журналист вот классно вы сейчас пробуете этот опыт вы уже будете понимать а что мне нравится написание текстов или мне нравится в съемке участвовать или сценарий какие-то делать сюжеты снимать это же тоже про проявление ваших профессиональных качеств наталья в нашем крае не так много университетов из которых можно было выбирать ориентируете ли у школы школьников на выбор края или предлагаете уехать из города здесь все сугубо индивидуально если мы видим потенциал ребенка и интерес его куда-то вырасти безусловно мы будем рекомендовать какие-то иные за пределами региона вузы другой момент что у нас очень узкий кругозор по тем работодателям которые существуют в крае и ребята с удивлением обнаруживает что у нас есть несколько больших крупных и интересных допустим айти компаний о которых никто не знает там можно достойно зарабатывать поэтому есть такая тенденция уехать из нашего края поэтому я за целостную картинку чтобы все понимали возможности которые есть барнауле в том числе образовательные и все что происходит в россии в мире понятно а скажите какие новые профессии сейчас появились новые специальности в вузах возможно но сейчас конечно основной драйвер это все что связано с айти и даже в гуманитарных каких-то вещах где добавляется айти биотехнологии да пойдем в журналистике тоже очень много сейчас что может делать искусственный интеллект писать тексты да помогать подыскивать информацию выступать даже голограммы телеведущие да здесь вот прям очень много зависит от вашей активности да что вы найдете для себя какой интерес и куда приложите усилия основные точечные этому профессии очень много в росреестре если посмотреть их больше пятидесяти тысяч зарегистрированных очень много поэтому физически перелистать какой-то справочник да и поотмечать кем я хочу быть но нет и все безусловно стремительно меняется одни профессии отживают да нужно понимать вот эту логику вещей а что будет с этой профессии который я хочу выбрать как она может ближайшей перспективе измениться и будет ли мне это интересно расскажите пожалуйста историю да которая сделать человека счастливее после профориентации самый классный результат я как говорю да после наших курсов выбор профессии это то когда ребенок начинает осмысленно понимать мое или нет либо приходит с какой-то идеей говорит я понял это там вообще не про меня вот отрицательный результат тоже классный результат про то что мы наверное влюбляем ну в сферу айти безусловно здесь пропадает напряжение у ребят о том что я должен быть программистом мы им показываем что в сфере айти программистов чистых но процентов 20-30 остальные другие профессии тоже люди можно творческим людям найти там хорошие для себя вакансии и второй момент это про психологию когда ребята у нас соприкасаются на первом модуле про кто я вопрос их иногда так затягивает они все я буду психологом у нас есть несколько историй таких а я считаю счастливых когда ребенок мучился не знал кем быть там творческие не творческий выбрал психологию и развивается и вот удачно я считаю что ну прямо сейчас они мучатся просто еще в процессе но я смотрю на то как мы с ними взаимодействуем периодически да насколько это глубокие будут специалисты наталья спасибо вам большое за беседу мне было очень интересно я желаю вам успеха в вашей сложной работе и удачи а я напоминаю что у нас гостях была наталья бутакова специалист по профориентации и мы говорили о том как найти свое призвание на сегодня это все наша редакция уже работает над новым выпуском в нем мы встретимся с архитектором который построил храм антарктиде посмотрим кто родился в зоопарке и научимся рисовать розы пока до встречи